Как это всегда бывает в России, самые важные достижения проходят незаметно. Вот и теперь только специалисты заметили, что в области ракетных вооружений Россия добилась поистине революционного прогресса, который позволяет пересмотреть наш проигрыш в технологической гонке одного из важных фронтов времён Холодной войны. Подробности далее. Принятие на вооружение американской армии в марте 1983 года крылатой ракеты BGM-109 «Томагавк» ознаменовало собой наступление новой эпохи. Хотя сами крылатые ракеты в армиях мира существовали ещё с середины 70-х, «Томагавк» первым научился летать на фантастическую по тем временам дальность в 5,5 тысяч километров и при этом нести ядерный заряд. Соединённые Штаты навязали Советскому Союзу гонку ракетных вооружений и одержали в ней победу. Только на 32 американских атомных подводных лодках типа Лос-Анджелес несли дежурство 384 «Томагавка», а на надводных кораблях находилось ещё 3600 ракет. СССР на этом фоне имел довольно бледный вид. Наши крылатые ракеты в основном были противокорабельными и применялись с самолётов дальней авиации. А так как такие самолёты могли взять на борт лишь ограниченное их количество, да и самих стратегов у нас было только 76 штук, то выходило, что одновременно мы могли выпустить в одном залпе не более 600 крылатых ракет. Не густо, но в рамках общей стратегии ведения войны такой уровень считался достаточно. Победа в Европе должна была достигаться на суше, а там всё решали танки и артиллерия. Для уничтожения же противника на другом берегу Атлантики предполагалось использование межконтинентальных ядерных стратегических ракет. Однако в течение нулевых годов стало очевидно, что мир, а также характер боевых действий сильно изменился. Крылатые ракеты стали необходимостью, и в 2011 году российским военным была поставлена принципиальная и амбициозная задача – увеличить количество таких ракет в 30 раз. Работа пошла по двум направлениям – совершенствование самих ракет и расширение количества их носителей. Первое привело к созданию изделий Х-555, Х-101 и ЗМ-54 калибр. Второе серьёзно изменило состав и количество носителей. В частности, Ту-95МС-16 уже способен брать 6 крылатых ракет во внутренний отсек и 10 на внешнюю подвеску. Но так как общее число бомбардировщиков ограничено международными соглашениями, их доля в залпе выросла относительно немного – до 768 ракет. Совсем другое дело флот. Если ещё в 2010 он не располагал несущими крылатые ракеты кораблями, то в 2014 году на Каспии появился МРК «Дагестан» с восьмью калибрами. Потом построили ещё пять таких. Дальше пошли проекты «Буян-М» и «Каракурты» – как новые фрегаты вроде проекта 22350, так и глубоко модернизированные как БПК «Маршал Шапошник». Эстафету подхватили подводники, окалибровавшие все «Варшавянки», «Лады», «Ясени», «Антеи» и «Щуки». Даже не очень новые подводные лодки проекта 877 «Палтус» после прохождения модернизации получают по 18 калибров каждое, что в сумме довело размер залпа флота до более чем 1000 крылатых ракет. Таким образом, на осень 2020 года вместе с сухопутными комплексами «Искандер», способными нести от двух до четырёх крылатых ракет, общий российский суммарный залп превышает уже 2350 ракет. Формально это всё ещё меньше, чем у США. Но, во-первых, новейшие российские ракеты в разы превосходят устаревшие американские «Томагавки» по реальной боевой эффективности, а во-вторых, напомним, что в 2010 ракет в залпе у России было лишь 600. Так что прогресс всего за 10 лет поистине революционен. Да и кто сказал, что на этом мы собрались останавливаться.